а психическая составляющая жизни вот если вот вот кто из вас почувствовали что беспредела стало больше поднимите руку вы почувствовали все правильно так оно и есть и у каждого это будет проявляться в чем-то своем так действует энергия времени просто она сейчас создает атмосферу беспредела и этот беспредел еще больше возрастет в декабре месяце где павле будет пик скорее всего опять по закрывают по максимуму насколько возможно там за по запугивают там и так далее а потом будет снижаться вот это вот энергия беспредела будет снижаться но кого не закроют того будут обзывать оскорблять мучить издеваться лишать возможности в жизни ну то есть все это происходит реально сейчас потому что так действует время вот я допустим спранировал свою поездку и какие-то города уже мне сказали good bye my love good bye то есть у нас запрещено понимаете то есть то есть другими словами надо быть готовым ко всему сейчас понимаете это касается каждого человека в каждого человека в его жизни сейчас но это все будет уменьшаться двигаемся дальше и так с точки зрения психической чего нельзя делать нельзя ругаться а если поругались извиняйтесь нельзя злиться а если позлились раскаетесь нельзя резко бросать работу нельзя резко менять место жительства нельзя делать никаких резких движений потому что сейчас это все неблагоприятно решили развестись ну отложите на месяца три потому что сейчас сама энергия разрушает все энергия земли она будет разрушать все сама без вашего ведома логики в этом никакой нет понимаете и если вы держитесь за то что имеете психическом плане тогда вы сохраните свою возможность жить нормально ну допустим не могу больше работать на этой работе терпи сейчас все не могут не могу больше жить с этим человеком терпи сейчас все не могут не не люблю начальника терпи сейчас все не любят посмотрите что в странах происходит там где эта энергия насилия скапливается чуть чуть больше критической массы то начинается безумие и причем понимаете есть страны которых как бы не предполагает к этому безумию допустим в америке если говорить о материальном уровне жизни это самая богатая страна смотрите что там творится эти все демонстрации там громят все бьют почему потому что так действует эта энергия понимаете чуть там успокоилась пошла белоруссия тоже берут белорусы очень терпеливые люди о я терпеливе вообще не видел они из чего хочешь вытерпят вот пошли тоже на улице все понимаете и это коснуться может любой страны вот любом месте может начаться опять все выбегут на улице начнут все громить почему и потому что все плохо в стране а потому что так действуют эти силы понимаете и где тонко там рвется вот плохая энергетика пришла в какую-то страну люди начинают звереть они с ума сходят и будут причины какие-то они создадутся там причины какие-то какой-то теракт кто-то сделает или еще что-то понимаете было бы желание энергия приходит плохая и люди начинают звереть и этот хаос вот этот поднимается что делать в это время не надо на демонстрацию выходить не участвуйте в этом во всем потому что это все не хорошо это не помогает быть жить счастливо не помогает решать вопросы все кто вот допустим ругаются люди в семье это помогает решить вопросы нет это помогает разрушить семью поэтому ругаться надо в семье нет свою позицию держать надо надо но ругаться не надо то есть доброта решает все если вы хотите доказать кому-то что-то это через трубочку доброты знание сердце человека можно впрыснуть через трубочку доброты если трубочки доброты нет значит ничего он не поймет не услышит это к начиная от президента и заканчивая твоим близким человеком только доброе отношение доброе отношение означает унижение если ты унижаешься значит ты хочешь большего от этого человека чем сейчас тебе положено по судьбе унижение означает твои желания ничего не желай просто выполнять свой долг желает бога люби бога люби природу люби друзей потому что человеку бог дает возможности там где он дает есть три источника силы энергии счастья которые мы относимся безразлично потому что мы сами по себе неграмотные люди в этих вопросах понимаете три источника бесконечного счастья который дает бог человеку просто по определению первый источник это природа кто из кто из нас сильно уважает природу кто ее любит это здоровье равно природа если человек не бывает на природе если он там не двигается зарядку не делать понимать природу еще всосать надо зачем нужно длительное движение мне надо бежать где-то минут 30 для того чтобы краски жизни вошли в психику вот мне надо 30 минут вот через 30 минут я начинаю чувствовать воздух начинаю радоваться начинаю чувствовать людей птички поют у меня краски жизни начинают входить понимаете и потому что мне 55 но если мне было допустим пять лет то они бы сходили сразу как только на природу вышел возрастом вот так притормаживает возможности но это не значит что я не имею уже право всасывать эти краски жизни понимаете я должен просто себя заставить длительно двигаться для того чтобы включиться в контакт с природой чтобы дышать ей радоваться и иначе я сдохну если этого не буду делать потому что все тает внутри психика тает мы теряем себя со временем понимаете природа это естественный источник здоровья если у вас геморрой если у вас панкреатит если холецистит если шизофрения все это одно вам просто не хватает энергии природы и все просто ну разная болезнь на разной глубине находится вот допустим если шизофрения нужно уже час 50 бежать или 4 часа идти чтобы и на нее влиятельность на эту ситуацию потому что эта болезнь находится на пятом психическом цилиндре на самом глубоком а если у вас допустим аллергия тогда вам достаточно будет идти 80 минут или бежать 40 для того чтобы эту болезнь победить понимаете то есть все на разной глубине судьбы находится но в целом все в твоих руках если хочешь жить живи жизнь означает усилие над собой и означает вера и означает труд вот допустим человеку сказали у тебя неизлечимая болезнь какой вывод все ходить не надо опасно вот у тебя суставы больные ходить надо как а вот хорошо у меня к вам вопрос а ходить аккуратно и не ходить это одно и то же вот смотрите если вы будете длительно аккуратно ходить при больных суставов вы их вылечите а если вы будете не ходить вы сдохнете вот такая разница чувствуете если врач а врач ведь вам не говорит эту разницу он говорит надо беречь суставы что это значит для вас не ходить а а ходить все равно придется понимаете просто придется ходить под себя уже потому что как бы сам не сможешь утку придется тебе носить ну то есть вот в этом идея заключается чувствуйте разницу когда человек длительно и спокойно ходит с больными там сильно разрушенные 100 он их восстанавливает 400 восстанавливаются выскажете нет а я скажу да стал восстанавливаются позвоночник восстанавливается органы внутренней все восстанавливается если им давать возможность почему у человека хронические болезни а потому что нет возможности вы что думаете организм не хочет себя вылечить, он хочет себя вылечить, просто нет сил. Для того, чтобы лечить человека, нужно, чтобы он давал энергию на нужный слой. Вот, допустим, у вас, женщина, болезни находятся глубже, чем вы совершаете аскезы. Они у вас находятся на третьем психическом цилиндре. Это сосуды, мышцы там и так далее. Вот вы на первом ряду передо мной сидите. А вы нагрузку даете до второго. Это означает, ничего не вылечится. То есть, это значит, что вам надо ходить как минимум 42 минуты умножить на 3. Получается сколько? Целый день хожу. Неправильный ответ. Вот если вы двигаетесь непрерывно, без остановки, вы прочищаете организм. Если вы прошли чуть-чуть и встали, то полтора часа, вот полтора часа ходите 2 и вылечитесь. Понятно? Вот почему человек идет, вот смотрите, интересно, человек идет полтора часа, оп, дальше идти тяжело. Что это значит? Там болезни. И она что тебе говорит? Стоять. И ты стоишь. Коронавирус говорит лежать, и ты лежишь. Понимаете? Это означает согласен умереть. Надо ходить 2 часа 20 минут. До свидания, болезнь сосудов. И вот в это время, когда вы до полтора часа доходите непрерывно, у вас появляется чувство, что дальше идти не надо. И это значит, что дальше идти надо. Понимаете? Ну, аккуратненько. И вы это делаете, и постепенно у вас сначала начинается обострение. Вы прошли 2 часа 20 минут, и у вас на следующий день сосуды стали хуже, как вы говорите. Хуже означает, началось обострение. Что это значит? Началось лечение. Когда организм лечит себя, у него нарушаются функции. И надо это терпеть, продолжать это делать. И пройдет 2,5 месяца, и цикл лечения сосудов у вас закончится. На определенный уровень организм выйдет, на более лучший. А потом опять другой цикл пойдет, когда придет время и так далее. То постепенно вообще можно избавиться от этой проблемы. Так человек должен выживать. То есть не то, что я сразу там час 50 побежал. Ну там гроб поставь в конце. Можешь бежать. Как прибежишь, ложись туда уже. Ну то есть нужно все делать постепенно. Нужно увеличивать дистанцию постепенно, доходить до нужной. Понимаете? Все аккуратно, спокойно и постепенно. Но нельзя соглашаться. Если ты чувствуешь, что полтора часа прошел, и дальше как-то тяжело, значит там болезнь. Ты идешь дальше и чувствуешь, что не можешь, значит там болезнь. Иди. И ты спасешь себя. Не можешь дальше жить с этим человеком. Набирайся сил от природы, от добрых людей, от Бога. Три источника энергии нам дал Бог. Близкого человека Бог не дал нам как источник энергии. Он дал нам для того, чтобы на него тратиться. На работе с нами, кто работает, там от них ты ничего не получишь. Они будут из тебя брать. Ребенок твой будет из тебя брать. Все это источники забирания энергии. А вот добрые друзья, они будут тебе давать энергию. Только добрые друзья. Не просто друзья, а добрый друг. Добрый друг – это тот, который тебе говорит правду, но по-доброму. Это значит, через него Бог действует. То есть Бог действует через природу, дает здоровье. Через добрых друзей Бог дает психическую силу, все психические функции выполнять на этой земле. Заботится о жене, о детях, на работе. Только добрые друзья дают такую силу. Больше никто. Добрые друзья могут быть в храме. Все люди, которые к тебе по-доброму относятся, они все твои добрые друзья. И они будут давать тебе силу жить. Но если ты ждешь эту силу от мужа или от жены, никогда не дождешься, потому что он пришел к тебе, чтобы взять у тебя энергию. Не хочешь давать по-доброму? Отдашь по-другому? И есть еще душевная сила. Душевная сила, это когда непреодолимое препятствие. Олег Геннадьевич, я уже не могу больше молиться, он гад такой, не меняется и все равно хочет уходить. Я уже... Перестаньте светить. Мне это, да. Вот. Я уже не знаю, что делать. Он все равно в наглую хочет от меня уйти, несмотря на то, что я сильно верю в Бога. Поймите, очень простую вещь. Мы не можем никого заставить, любить нас. Невозможно. Но Бог все равно позаботится о нас. То есть надо понять, что надо верить не в человека, что он изменится, когда я буду молиться, а надо верить в Бога, потому что у Бога свои. Перестаньте светить. У меня больные глаза. женщина на последнем ряду. Правильно. Когда вы включаете запись, у вас автоматически включается фонарик. Вы об этом не знаете. А я знаю. И так у нас в жизни все, понимаете. Вот когда женщина, допустим, говорит мужчине, по-доброму совершенно. Слушай, перестань свинячить, а. Ну, по-доброму совершенно. Она не знает, что в это время ему очень больно слушать ее слова, потому что у мужчины нет защиты психики, вообще нет защиты от женских эмоций. Вот женщина эмоционально начинает что-то говорить, мужчину корежит сразу. Ему становится очень тяжело. Поднимите руку. Есть мужчина здесь в зале, который женщина эмоционально говорит, а ему нормально. Нету женщины, видите. Чем помочь? Да ничем. Поменьше эмоционально говорить. Если вы хотите ему сказать, мой хороший, давай поговорим. Если вы хотите вот так со всей силы ему сказать, как вам хочется, ну, в 10 раз меньше сделайте и скажите, мой хороший, давай поговорим. И он тогда среагирует. А если вы сделаете так, как вам хочется, он начнет орать на вас. А у женщины нет защиты от мужского давления, мужской воли. У женщины нет защиты от мужской воли. Если мужчина, говорит, я тебе все сказал, ну, то есть начинает давить на женщину, она, у ней психика напрягается, она ничего не соображает, она чувствует, что он меня сейчас уничтожит. Вот такое у нее ощущение. И она начинает защита у ней этой эмоции. У женщины защита этой эмоции. Она начинает, отстань от меня. эмоции же бьют ему по сердцу. И он, а у него защита, это его, как бы, это психическое давление. Что значит отстань? Ты понимаешь, о чем я вообще говорю? Ну, то есть он начинает логику включать, здравый смысл. Он мне уже стал с этим здравым смыслом, он меня задолбал уже. И так далее. Это означает, что мы никогда друг друга не поймем. Мы разные. Но есть силы, которые дают нам возможность жить. Мы ждем от мужа, от жены поддержки. Не дождетесь, потому что это не предусмотрено. Если ведете себя по-доброму, жена будет счастливой, будет благодарна. Вот благодарность, это уже не по судьбе. Это награда. Если близкий человек тебе благодарен, то тебя Бог награждает через него. Это другое. Награды могут быть каждый день. И можно быть счастливым в личной жизни, если ты ничего не ждешь от близкого человека. А если начал что-то ждать, получишь комбинацию из трех пальцев.